Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. О его темах рассказывают сами участники. Майя Данцова пишет. Сегодня к нам на ток-шоу приезжала моя мама. Всегда интересно послушать мнение человека с богатым опытом семейных отношений. А тема была женское счастье. Костя Иванов пишет. Сегодня тема. Скромность украшает ли? Считаю, что всему свое место и время. И хороший понт дороже денег, и наглость второе счастье. Все это жизненно. Но есть и обратное мнение, что скромность украшает. На Олимпе были Вика Романец, Света Торба и Маша Бухун. Зрители удивляются, ведь Романец говорила, что никогда не появится на Олимпе. Маша Бухун после съемок отправилась в кафе с Ильей Ебаровым. «Вспоминаем былое», написала она в своем микроблоге. На Сейшелах все участницы проекта объединились против Лизы Кордобовской. Они считают, что девушка просто играет. Лиза пишет. «Все против меня, а мне смешно. Но нравится мне Задойнов. Ну и что? Хотите, верьте, хотите, не верьте. Девочки против меня даже угрожают. Говорят, что я актриса. А мне до звезды вашей провокации делаю, как считаю нужным». Катя Кауфман выиграла свидание с Сашей Задойновым. Свою победу она посвятила Венцеславу Венгржановскому, с которым находится в отношениях. Но на свидание она все равно пошла, поскольку посчитала нужным проучить расслабившегося Венца. А у нас с Сашей было безумно красивое свидание за пределами периметра, пишет Кауфман. Наконец-то выбрались на главный остров. Ну и после этого свидания Венц выгнал Катю из комнаты. Он вынес ее кровать на улицу, а на дверь повесил листок с текстом. Вход падшим женщинам воспрещен. Элина Камирен внимательно следит за тем, что происходит на острове любви. Видимо, она рассчитывает, что если Саша Задойнов выиграет миллион, то поделится с ней и с дочкой. Элина даже выбрала самую достойную девушку. Она отправила Саше смс-ку с советом приглядеться к Лизе Кордобовской. По мнению Камирен, именно с ней и у Саши могут сложиться отношения. А теперь о бывших участниках проекта. Инна Воловичева встретилась с Оксаной Стрункиной. Воловичева пишет «Мы семьями встречаемся редко, но метко. Почему-то не все хотели фоткаться. Маша спряталась в стакане, Петя отвернулся, а муж Оксаны закрыл глаза. Главное, мы со Струной хорошо получились». Илья Кротков после ухода с проекта отправился домой. Он проводит много времени с дочерью. «Это самая чистая и сладкая любовь. Люблю тебя, доченька моя». Певица Ирина Дубцова возмущена новым проектом «Дома-2. Остров любви». Правда, затем Дубцова чего-то испугалась и удалила пост. «Я одна в шоке от этого проекта. В 11 утра дети смотрят телевизор, а там на экран две задницы, скачущие на одном мужике. С ума посходили. Практически порнографический видеоряд. Что за деградация? Я не Ханжа, но это нужно немедленно закрыть». Влад Кадони открыл парфюмерную студию. Как вы помните, он был финалистом знаменитой битвы экстрасенсов. Правда, как экстрасенс он особого успеха не обрел, но решил направить свой магический опыт на парфюмерный бизнес. В его студии можно будет приобрести духи и туалетную воду с особыми магическими эффектами. К изготовлению продукции приложили руку и некоторые другие участники битвы экстрасенсов. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Субтитры создавал DimaTorzok